На предприятии «Гомельшпалеры» пропрацовываются варианты поставок продукции на новые рынки. При этом тут готовы вырабатывать шпалеры не только по властных малюнках, но и по эскизах заказчиков. С максимумами предприятия и его планы на ближайшую перспективу ознайомились наши корреспонденты. В фирменной краме «Гомельшпалеры» покупники есть зауседы. На полициях больше, чем 2 тысячи наименников. В сравнении с прошлым годом все лета продаж шпалеры увеличился больше, чем вдвоя. В фирменной краме такие попы связывают с демократичными ценами, на которые до того же снуют сезонные скидки и великой колькостью ремонтов в приватном секторе. Хоть популярностью белорусская продукция корыстается не только у особных покупников. Что месяц у «Гомеля» вырабатывается больше, чем 300 тысяч рулонов шпалеров по дужине, это прикладно, около 3 тысяч километров. Впрочем, на предприятии готовы не только пропонувать свои варианты, но и працевать по эскизах заказчиков. На нашем предприятии разработана специальная программа, она действует уже не первый год. Обновляется она под потребителя, под наших оптовых партнеров тоже ежегодно. Это программа по эксклюзивным видам обоев. То есть, вплоть до того, что заказчик может предоставить какую-то картинку. Новые наименние продукции на «Гомель» шпалерах освоивают постоянно. В 2014-м тут увели эксплуатацию линию под вытворчасти виниловых шпалеров. Правда, для того, чтобы выйти на беспирапинную работу, потребовался полный час. А частные сбудования, которые установились в начале, оказались неэффективными. Летость их заменили на больше сучасные. Але и их потом так само накировали на добрацовку с просьбой адаптовать подмесцовые особливости. Примерно полгода мы ее эксплуатировали, и у нас появились некоторые сложности в эксплуатации. После чего данная установка была отправлена на завод-изготовитель для доработки. Доработка коснулась корпуса установки, он стал полностью герметичный. Увеличилась мощность блоков ионизации, блоков осаждения и так далее. 28-го жнивня полепшенные очистные сбудования запустили снова. Теперь на их можно визуально и в реальном часе контролировать все необходимые параметры. А про то, контроль за экологичной ситуацией на гомель-шпалерах постоянно ожитивляет областный комитет природных ресурсов и оховы новокольных осеродзе. По кольу проблема в том, что в Беларуси нема методик по вызначению таких химичных элементов, как озон и винил-хлорид. Але в ближайший час отповедные документы повинны быть распроцованные. Областной комитет на постоянном контроле держит деятельность предприятия. Регулярно проводятся отборы проб и проведение измерений от стационарного источника выбросов виниловых обоев. При наличии и превышении предприятию привлекается к административной ответственности, предъявляются претензии. Надеемся, что по завершении реализации проекта будут решены все вопросы и будет обеспечена экологическая безопасность в районе расположения предприятия. Сегодня гомель-шпалеры працуют пять дзен на тыдзень. Але в перспективе выпуск продукции плануется зарабить круглосуточным на протягу усих семи дзен. Проблем со сбытом дотатково отрыманных шпалеров, кажуть, не будет. Наглядя на достатково значную конкуренцию, хомельчане в будущем глядят с оптимизмом. Производим поставки в Республику Польша и Болгарию. Это то, что касается дальней дуги. В перспективе есть запросы от турецких партнеров. Также поступляли запросы с Израиля. Но это находится в процессе проработки. Потому что работа эта непростая. В каждом регионе есть своя специфика по дизайнам, по видам обоев. Олег Сентюров, Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, Телерадиокомпания «Гомель».